Мозаика скоро исчезнет за новостройкой. Торец дома тканей «Мечта» с конца 60-х украшала монументальная декорация, изображающая молодую семью с ребенком. После сноса кафе «Лейла» на этом месте началось строительство шестиуровневого торгово-бытового центра. Мозаика застройщикам оказалась не нужна, но вот жители против. Ирина Вобещевич расскажет подробнее. Строят и строят. Не знаю, что они здесь хотят строить, но просто возмущены, что такая красота, такая мозаика закрывается, которой уже более 50 лет. Карагандинцы обеспокоены судьбой мозаики на торце девятиэтажки бывшего магазина «Мечта». Саму мозаику, конечно, никто не разбирает и не нарушает, да только в скором времени вряд ли кто-то ее увидит. До этого здесь был ресторан «Лейла», потом его снесли. Некоторое время это место пустовало, я думала, они так и оставят. А потом вот где-то в январе месяце началась вот эта вот новая стройка. В начале марта еще было только два этажа, я думала, они остановятся. А потом буквально за какие-то две-три недели, я смотрю, эта стройка поднялась выше. Люди подходили, возмущались, что вы здесь строите, что вы здесь строите. Вот это, а смотрите, вот уже на сколько этажей они уже полезли. Вот так выглядела мозаика еще некоторое время назад. К началу 60-х начали вырисовываться контуры проспекта, носившего тогда имя Апака Байжанова. К середине 60-х тут стали появляться первые девятиэтажки в Караганде, а позже некоторые из них украсили монументальной декорацией. Сейчас мужчина, женщина с ребенком и голубь срезаны зданием на две трети, а скоро и вовсе канут в лету. У нас в Караганде очень мало таких домов. Вот я, например, знаю всего четыре дома таких. Вот по Нуркена Абдирова два дома, юбилейный магазин и магазин мечта. И в Пришахтинске тоже вот буквально два дома. Ну где-то еще, может быть, по Бухаржирау и по Ерубаево. Вот это вот все, что можно пересчитать по пальцам. И вот такую красоту от нас закрывают. И я возмущена, кто же дает разрешение на такое строительство. Юбилейный магазин, когда начинали строить, люди возмутились, и они прекратили строительство. Выше двух этажей не поднялись. Строительство на юбилейном магазине выше двух этажей в те годы не допустили. Однако фигура летящего в межпланетном пространстве космонавта теперь уже не парит, а стоит. По всей видимости, у мозаики на мечте судьба более печальная. По паспорту объекта, который соизволили разместить только после возмущения жителей, тут появится торгово-многофункциональный комплекс в шесть уровней. Не ценится, не сохраняется, даже уничтожается. И, например, известный факт о закрытии рельефной работы знаменитого нашего художника, первого представителя для Союза художников Караганды, Крылова Виктора Ивановича. Эта работа была закрыта новым зданием, где управление внутренних дел на Ярубаево. И там, рядом с зданием Каспийбанка, эта стена была закрыта. То есть она, конечно, не уничтожилась, но ее не видно. Не только простые горожане, но и в первую очередь люди, связанные с искусством, архитектурой и историей нашего города возмущены тем, как уничтожаются достопримечательности. Мозаику, которая называется «Семья», теперь увидеть можно будет разве что в сборнике, выпущенном три года назад по программе «Рухани Жангару». И вот эти мозаики, которые делаются на века, в принципе, это же особая технология. Это кусочки стекла, материалы, из них складываются такие панно. Это украшение подлинное города. И вот так вот взять его и застроить, я считаю, что это преступно. Ну, наверное, у нас есть и художник города главный, и архитектор главный города, и архитектурно-градостроительный контроль. Ну, наверное, вот эти инстанции должны вмешиваться и не позволять вот такого произвола по отношению к таким памятникам.